здравствуйте друзья вы видите виктора это наш какой-то постоянный можно сказать герой наших передать виктор в данный момент преподает в университете санта-круз вот мы находимся в санта-круз и он до этого преподавал санузе университета официально они называются есть три системы вообще что представить себе американскую систему образований каждый штат имеет университет по определению даже университет в калифорнии да вот такие штаты даже как хауаи например имеют там университет в хавай они всюду есть калифорния имеет три системы одна называется университет в калифорнии у них много Kampus есть шестнадцатого state у них там сложно, там некоторые только PhD дают, но не дают, андеграды, только медицинские есть, там это запасная вообще система. Потом есть State, вот State у них там что-то 27, университетов их очень много. И есть еще третья система, о которой не все знают, это называется Cal Poly. Вот есть один... Ну это один всего. Нет, один в Сан-Луис-Абиспо, один в Южной Калифорнии, в Помоне, там их, по-моему, три всего. Ну есть, вот четвертая, это частные университеты. Есть еще частные университеты. Ну вот, я преподаю сейчас в Университете в Калифорнии. Они идут по городам, в славном городе Санта-Круз. И то место, где я преподаю, называется Extension. То есть это продленное в Silicon Valley. Давайте мы к вопросу, из-за которого я начал этот разговор. Значит, дело в том, что на меня как бы напрыгнули, не могу сказать наехали, но вот напрыгнули. Напрыгнули. Значит, некто Таша, вот будем пользоваться именем, который есть там, значит, в этом ее профайле. Некто Таша, как бы в претензии, что вот на сайте Портнов Компьютер Скул, вот там, где преподаватели идут, написано, что вот есть там PHD, например, а не написано, из какой школы у него PHD, в какой области, там и так далее. Что вот все университеты, все сети колледжа, они об этом пишут, чтобы привлечь студентов, чтобы студент знал, какой курс выбрать. Ну, у нас они не выбирают, но допустим. И я об этой переписке рассказал, вот Пиктору мы пошли погулять. Виктор говорит, хо-хо, говорит, Виктор, дальше уже сам. Дальше в университете в Калифорнии выходит каталог. И там написано, я читаю два разных курса, Object Experimented Analysis and Design, и второй называется Business Intelligence. И там написано, Виктор, я его с PHD. Там не написано, где я его получил, там не написано, на самом деле, даже специальность. Ну, подразумевается, что если я читаю компьютерные курсы, то это у меня PHD in Computer Science. Хотя не обязательно. Технически не обязательно, но практически как бы, да. Проверяли это или нет. Проверяли, особенно проверяли, когда я читал курсы в Sunnestate. Ну, и эти тоже. Проверять им очень было трудно, потому что я пришел и сказал, что вот у меня вот есть такая кандидатский диплом, который эквивалент американского PHD. Они сказали, хорошо, принеси мне свои печатные работы. Я принес им печатные работы, которые смог вывести. Там на самом деле были некоторые затруднения. Принес напечатанные, некоторые даже в Москве напечатанные глянцевые бумаги. Все очень красиво. Они на это посмотрели и сказали, а мы по-русски читать не умеем. Я говорю, ну, это как бы ваша проблема. Диплом вы, вот вам диплом, и вот вам эта работа. Я говорю, они нашли человека, который читает по-русски. Он сказал, что да, диплом настоящий. А этот текст, который написан на эти статьи, да, я их прочесть как бы могу, но я в них ничего не понимаю. Там полно математики, которые я не понимаю. Ну, я как бы обратно говорю ей, пожалуйста, ну, как бы вы хотите проверить, вот вам способ. Виктор, вот я хочу два момента, которые там в переписке с девушкой возникли. Значит, она говорит, что вот знать, PHD в какой дисциплине и где конкретно получен PHD, это помогает студенту определиться, какой курс взять, какой не взять. Вот, как бы, вот ваш опыт, он в этом смысле какой? Ну, опыт такой, что никто на это не смотрит. Но, с другой стороны, если университет бы запросили, где я получил мой PHD, они бы сказали, вот в таком-то университете... Вот для студента это важно? Для студента это не имеет ни малейшего значения. Теперь... Студенты между собой общаются, реально, что происходит. Студенты между собой общаются, кое-что на интернете помещается. Есть сайт, где, как бы, rate your professor. Они меня там, это самое... И 20 лет назад там была статья про меня, что heavy Russian accent у этого профессора. Такой вопрос. Там вот эта девушка, она как бы в таком мире живет, ну, я бы сказал, что придуманным, но удобным. То есть она получила MBA в Москве. И она говорит, что она получила прекрасное российское образование. Я, когда узнал, что это MBA, я как-то... Мне неудобно стало, потому что я не понимаю, можно ли получить в России MBA, который, ну, как бы... Я даже не знаю, прекрасное образование, но вообще какой-то смысл имеют в США, например. Напрямую я с этим не сталкивался, но обычно все, кто приезжает из России, они находят эквивалент своего образования. Ну, то есть... Значит, если у меня четырех... Если у меня четырехлетнее образование в ВУЗе, в любом, в принципе, ВУЗе, я говорю, что я окончил вот такой-то институт и получил undergraduate, bachelor degree. Это другой момент. Если я учился пять с половиной лет, я утверждаю, что я получил мастерство. Виктор, вопрос ведь вот в чем. Вопрос не в том, что его пересчитают во что-то. Вопрос в том, что это прекрасное российское образование по бизнесу. Вот слово «бизнес» и «прекрасное российское образование» меня напрягает. Поэтому мы же в Америке находимся. Если бы она была в России и соревновалась бы с теми, кто там учился, наверное, это, может быть, было бы что-то такое прекрасное. Но вот тут. Миша, мне трудно сказать, какое сейчас образование, но я считаю, что я получил прекрасное образование в России. Но не по бизнесу, правда? Оно не по бизнесу, оно было техническое, оно было по компьютерам. Я считаю, что меня научили замечательным вещам. Технического вопроса нет. После этого я приехал сюда и полностью всему переучился. Но я уже умел учиться, я знал, как добывать информацию. Это мы же все так. Вот любой из нас, кто приезжает с обычным образованием, я не могу сказать, что институт связи был прекрасным, каким-то, я не знаю, каким-то прекрасным, но нормальным. И мы все работали сразу и как бы далеко пошли, кто хотел пойти в этом направлении, не вопрос. Я просто про бизнес, бизнес меня развеселило. И дальше девушка утверждает, что сейчас она с прекрасным образованием, она пошла учиться на американское что-то, то есть она учится в университете. И вот эта вот кредитная система, что вот это, почему важно выбрать курс с правильным PHD и так далее, преподавателя, что вот потом по этой кредитной системе преподаватели придут и их там расхватают вот за то, что они там вот учились и... Я не знаю, мое на самом деле впечатление такое, если человек только что приехал оттуда, достаточно новый, он не попадет в такой университет, где, откуда действительно тебя разберут преподаватель. Он не попадет в Стэнфорд, он не попадет в Yale. Это редчайший случай. Миш, тут совершенно ты два совершенно разных вопроса поднимаешь. Оба интересных, но они как бы мало связаны. Для того, чтобы ответить, вот когда, например, я работал в IBM, я был в комиссии, которая нанимала выпускников университета. Вот прямо, они еще даже не выпускники были, они еще кончали. То есть специально отрежали отряд, который шел и их интервьюровали. Интервьюировали мы вообще их массой. Там ко мне на интервью приходило, там, скажем, 200. То есть это интересная вообще система, поточная такая система. Я проинтервьюировал за один, там, за неделю, скажем, 200 человек. Проинтервьюировал студентов, которые вот-вот кончат. Значит, что нас интересует? Нас, естественно, учили, что нас интересует, инструктаж давали. Так вот, что нас интересует? Во-первых, нас интересует, из какого университета. В данном случае это был не вопрос, потому что мы на один нацелились. Но в принципе, конечно, чем лучше университет, тем лучше. Университеты сравниваются по трудности в них попадания. Есть такой журнал US News and World Report. Раз в год он публикует все университеты. Они там идут 1, 2, 3, 4 и до больших цифр. То есть другое качество публики. Кто попадает в университет на первой странице, в первые 50, тот очень желательный. Из тех, кто в данном случае, поскольку я всех интервьюировал, это был не вопрос, я отбирал из одного и того же университета. Значит, на что мы смотрели? Первое, мы смотрели на оценки, которые они получают. То есть это называется Great Point Average, это усредненная оценка. У нас не было времени лазать, сколько он получал за такой курс, за сякой курс. О том, чтобы выяснять, кто читал этот курс, об этом речи, естественно, не было. Есть одна цифра. У одних лимит там где-то 4, 4 балла можно получить максимум. Есть straight A's, все пятерки. Значит, если человек приближается к этому, ну не обязательно 4, там 3,8, 3,75, это примерно одно и то же. Но если мы сравниваем студента, который получал там с троечки, в районе троечки, на четверочки некоторые, и те, которые ближе к пятеркам, конечно, не нужно далеко ходить, чтобы понять, кто. Сложность курса как-то учитывается? Сложность курса никак не учитывается, она совершенно неизвестна, никто не знает. Система вообще, система университетов, она идет по юнитам. И это есть как бы показатель сложности курса. То есть есть и курс более сложный, он там 3 юнита, а есть и более короткий курс. Опять же, сложность учитывается по длине. Ну, я сталкивался из тех курсов, что я читал сам, а они как-то 2, 3, 4. Вот это такие стандартные курсы, наверное, можно придумать более сложных. Есть серьезные математические курсы там по пятеркам? Ну, обычно они разрезаются как-то на куски, когда делаются на два, если он очень длинный, очень сложный. Никто не выясняет, нет просто никакой возможности выяснить домашние задания, кто какие делал, и все нюансы курса. Виктор, вот было сказано, что две проблемы. Я смешал как бы в одном вопросе два вопроса. Первая проблема, с которой мы начали, может ли кто-то из иностранцев, скажем так, не обязательно из России, из иностранцев попасть в хороший университет. Ответ на это у меня – да. Это бывает. Я с русскими, ну, русских просто студентов очень мало, поэтому очень трудно сравнивать. Но на самом деле я знаю людей, которые из Индии, например, приезжали, поступали в прекрасный университет. Я же не говорю, что это в принципе невозможно, я говорю, что это очень маловероятно. Это трудно, но в хороший университет трудно попасть всем. Рассчитывать на то, чтобы попасть в Харвард, в Стэнфорд, в Пэн, я не знаю, или даже в Брэндайз, туда просто как бы случайные люди не попадают. Туда отбираются лучше из лучших. Среди них есть, скажем, грубо говоря, 10% иностранных студентов. Они, на самом деле, любят иностранных студентов по той простой причине, что они платят совершенно другие деньги. Это есть еще такой интересный... Это в Мирске иностранцы, которые не жители США, они граждане другой страны. Они граждане другой страны, они не постоянные жители Америки. Ну да, и у нас другой случай, конечно. И они получают совершенно другую, как бы, они стипендии не получают, но, опять же, может быть, и получают... Ну, они как бы кеша может платить. Они как бы должны расплатиться за курс, но главное, что стоимость этого курса совершенно другая. Я имел в виду тех иностранцев, которые приехали в США уже на ПМЖ, и уже здесь поступают как местные, фактически. Если они поступают как местные, то они считаются, но это уже другая ситуация. Мы обсуждаем кто-то, они уже, может быть, что-то здесь кончили, и потом идут доучиваться. Мы говорим о том, кто вот только вот приехал, свеженький такой, хорошенький, получил образование, скажем, в университете в городе Пуни в Махараштри. Да. Они приезжают сюда. Хорошее место. Попасть очень им трудно, но они на общих основаниях, если они проходят конкуренцию и все прочее. У них несколько человек попадает в какой-то конкретный хороший университет. Я таких просто знаю. У меня из Пуни университи, много студентов, индусов, это элита. Да. Да, это очень классные ребята. В Пуни находятся 32 университета, и если ты сумел кончить лучшее из этих университетов, ты, в принципе, можешь попасть в хорошее место здесь тоже. То есть, другими словами, нельзя сказать, что если ты получил русское образование, то ты здесь никуда не поступишь. Это неправильно. Нет, я говорил о другом. Я говорил о том, что если ты получил, нам говорят, прекрасное образование, но тем не менее тебе не хватает, чтобы найти работу. Она пыталась, у нее не получилось. Тогда она идет в американский калыч, откуда с точки зрения ее понятий, да, вот в ее понятиях, ее должны взять, потому что она кредиты там берет и ходит там к правильным профессорам. Так вот, я хочу сказать, что в США есть университеты, выпускники которых очень желанны, но их немного. И вот у нас тут на местности, скажем, это были бы Стэнфорд и Доркли, я не знаю, еще какой-то есть, третий, например. Ну, уже в Южной Калифорнии. Уже в Южной Калифорнии и Сейлой там есть, там колтек там есть, да. Есть несколько университетов, но, скажем, ну это даже не 10%. Ну да. Вот, поэтому, что ж там. Ну, это очень желанные студенты, и опять же, у меня есть, я работал с некоторыми, когда я работал менеджером, а я много лет работал менеджером. Когда такие студенты попадались, их продвигали очень быстро. Начинали они, самое интересное, начинали они с рядовых должностей. Из университета, даже из самого хорошего. Ты приходишь, ты как бы без бизнеса не понимаешь, ты не понимаешь, что надо делать. Они начинают с рядовых должностей, но подразумевается, что они очень умные, и они быстро идут вверх. Я знаете, что хотел, какой вывод сделать, на самом деле. Я об этом говорил у нас на канале, но неплохо повторить. Значит, дело в том, что есть люди, которые говорят, я приеду в Америку, я получу американское образование, и ключевым словом является американское. При этом третья сортность этого образования на американской шкале, то есть вот то, что никогда ничего тебе не даст. Понимаешь? А вот я помню, ну вот у нас есть, например, тот ло-скул в Джезе Университете в Сан-Франциско. Там есть ло-скул. Можно пойти и выучиться на два года. Но она как бы очень низкого такого ранга. И я помню там, человек говорит, у меня там ребенок учится в ло-скул. А в какой? Говорит, ну вот, Джезе Университет. А в ло, ну я знаю, у меня дочь заканчивала, там, Берклийские, там, и так далее. Кардинально важно, какая у тебя школа. То есть если, ну, если, скажем, типа Джезе Университет, ты должен быть там в пяти процентах, может быть. Ну, в этой области вообще там свои фокусы, потому что там нужно проходить бар. Поэтому ты можешь, технически, ты можешь вообще ничего не кончать, даже самую плохую школу. Ты можешь пойти и сдать бар. А потом тебе даже на работу взять. Но я ни одного человека не видел, чтобы кто-нибудь смог взять этот самый бар, пройти без университета. Если он хочет открыть иммиграционную практику, он может сдать бар сам и пойти. Но дело в том, что если он хочет на работу устроиться, его образ не возьмут. Это другое. В чем я согласен с Ташей? Да. Это в том, что русское образование никто здесь не знает. Поэтому не то, чтобы они его не любят, потому что оно им там лично не нравится. Да. Но ты приезжаешь, ты пишешь какой-то, ну вот я пишу там какой-то институт от Ленинградского университета. Они о нем никогда ничего не слышали, они не могут его сравнивать ни с чем. Они не могут его сравнить со Стэнфордом или с ЮСи Санта-Круз или с чем-то еще. Им не с чем сравнивать. Ну, что-то ты принес, какую-то бумажку. И все. То есть, поэтому получить американское образование – это большой плюс. С этим я согласен. У меня тут парень писал, вчера, по-моему, переписка была. Он написал, что он работал в продажах, в России, он живет в России. Он говорит, я работал в продажах, но по образованию я, у меня специальность – конституционное право. И дальше он говорит, но поскольку в России это в практическом плане неприменимо, говорит он, то я, значит, работал в продажах, а недавно он выучился на тестировщика и сейчас тестирует программное обеспечение и пищит от восторга и так далее. Но вот мне просто понравилась его фраза, что он специалист по конституционному праву, по образованию, но это неприменимо. Да, в России это трудно понять. Я хочу сказать, что вот этот MBA, ее московский, из неизвестного учебного заведения, значит, я думаю, он такой же вот, ну, как бы сказать, малоприменимый, например, на Западе. Может быть, там в Москве бы, там в Газпроме она бы применила, а вот тут, не знаю. Без подробностей невозможно сказать ничего про этот MBA. Это настоящий MBA или это какая-то программа, которую можно считать эквивалентом, и чему их там учили, это невозможно. Я сталкивался с MBA настоящим и очень большое имеет значение, где он получен. Девушка отказывается сообщить, где он получен, потому что это приватная информация. Ну, престижность университета имеет большое значение, но в принципе, я бы сказал, для американских работодателей какое-то американское образование, любое, намного все-таки превышает по ценности, чем никому неизвестно. А вот если человек уже 40, вот он приехал в 40, и он думает, пойду-ка я получу американское, потому что с американским меня совершенно по-другому будут воспринимать. Я получил свое американское образование примерно в этом, я как бы забыл, забыл про свой PhD, это не имело значения. Пошел на программу в UC Santa Cruz, где я сейчас, кстати, и преподаю, и кончил, два с половиной года занимался этой программой. И программа занималась в том, чтобы получить project management, поэтому и после этого меня таки сделали менеджером. Project management – это очень распространенное образование, которое здесь получают люди взрослые, но я что хочу сказать, что при этом Виктор работал. Я уже работал. И получал хорошие бабки. И он не говорил себе, вот я сейчас не работаю, я не получаю ни копейки, но вот я сейчас получу сертификат, или там этот PMI, какой там был, вот цель этого обучения. Похожая программа. Да, и вот тогда меня возьмут на работу. Нет, у меня было двое детей, детей надо было кормить, и все такое. Ты не уходишь с этого, нет, это было по вечерам. Я тоже говорю, надо учиться, работать и учиться. Она растянулась у меня на два с половиной года, если бы я ушел, так может быть за год бы можно было сделать, а не за два с половиной. Понял, понял. Но я не к этому как бы говорю, смысл это того, что когда я говорю, что мой там в Ленинграде полученный, половину людей вообще не знают, где этот Ленинград, а если я скажу конкретный университет, то они вообще ничего об этом не знают. Какие-то университеты в мире, если ты там говоришь, ты получила вот там в Кембридже, в Англии, или в Сорбонне моя дочка училась, например. Это они понимают. И она, кстати, с большим удовольствием, энтузиазмом пишет, что она училась в Сорбонне, в Университете Католик. Для чего надо иметь свободный французский? Это говорить легко и свободно по-французски. У меня такой возможности нет. Но не забыла она французский, естественно. Сейчас уже забыла. Сейчас она уже забыла это дело. Ну, она говорила, но смысл в том, что если что-то мало-мальски известно, и есть. Ну, вот эти английские, французские, то, что на самой известной всему миру. Это у них есть. В Индии там есть два или три университета, которые им знакомы. А все остальное они просто это не знают. Поэтому им как-то получается, что это... Я думаю, что в узком мире, например, если нам нужен математик, например, то мы знаем МГУ Мехмат. Мы знаем, при том, что, скажем, люди в бухгалтерии, они не знают Мехмат МГУ и вообще МГУ. Но математики знают, я думаю, и физики знают. Я приведу еще один анекдотичный случай. Когда я читал лекции, меня взяли на кафедру Сан-Озэ-Стейт-Юниверситет. Меня взяли на кафедру, она называлась Математика и Программирование. Так же, как 25 лет назад в России было, они еще были неразделенные. Математическое обеспечение, грубо говоря, она называлась. Я решил, что я весь такой из себя умный. И меня, как профессора, пригласили туда на какое-то там заседание по математике. Я пришел и думаю, ну я их сейчас. Я начал слушать. Причем Сан-Озэ-Стейт считается... Не бог весь, да? Попасть туда довольно легко. И в основном это люди, которые, студенты, которые там учатся, они здесь остаются в Солик-Крабах. Вот. Я пришел послушать. У меня челюсть отвисла, какие проблемы. Но это не студенты обсуждали, это профессора обсуждали. Я не только не мог уследить вообще, что они там, математику. А я с трудом понимал вообще, о чем они говорят. Уж не только о выводах. Причем, что я в свое время... Ну, я подзабыл, конечно, о нем и занимался. Так, я 20 математикой никакой не занимался. Но уровень серьезный. Уровень высокий даже в сравнительно как бы обыкновенных и непрестижных университетах. Я знаю людей, которые профессиональные математики из России. И которые многие годы добиваются, чтобы получить работу. Я уж не говорю, что она застыет. Они поедут в любую глушь. Лишь бы это был университет, и можно было там закрепиться, и там тенеру получить. И так далее. Поэтому там действительно уровень приличный. Конечно, это компетишн, это очень конкурентная область. Возвращаясь к вопросу о курсах, когда берут на работу, очень важно иметь какую-то цель и специализацию. Когда вот я беру, вот первое я смотрю на GPA, на grade point average, на вот эти оценки. А второе я начинаю его спрашивать что-то конкретное. Я знаю, что он будет... Я хочу его нанять как программист. Значит, я начинаю его спрашивать по программированию. Он мог набрать там хороших баллов, они берут там средневековую историю каких-то странных стран, много чего интересного, какие-то курсы. Но это все как бы очень интересно и занимательно. Но меня интересует, будет ли он работать после этого. Поэтому очень важно, если имеется какая-то концентрация. Если это тестировщик, я хочу знать, что он умеет тестировать автоматическое тестирование, ручное тестирование знает. Это знает. Немножко может заглянуть в программу, там что-то такое понять. Какие-то базовые вещи он вокруг знает, какой-то кругозор у него есть. Ну, не юнит и не профессор, и нигде он PhD не получал. Профессор и PhD не имеют значения, но я начинаю проверять, что он какие-то курсы, какие-то знания есть по тому, на что я его беру. Это очень просто. И это определяется за 10 минут только так. И потом идет следующее. Я думаю, что если мы Ташу не убедили, я сомневаюсь, что мы ее в чем-то убедили. Как бы по переписке я понимаю, что это сложно. Но я думаю, что важно, что ее вопросы нам позволили поговорить на эту тему и другие люди, которые, может быть, более восприимчивые. Да. Вот. Но опять же, я с Ташей согласен в той части, где получить американское образование какое-нибудь. Это очень важно. Хорошо. Хорошо. Дай Бог здоровья. Если бы она при этом работала, я бы и слова не сказал, но поскольку она рассчитывает получить работу через это образование, я крайне... Откуда мы знаем, работает она или нет? Мы знаем. Мы знаем? Да, да. Она не работает. Не работает. Ладно, счастливо. Спасибо.